Доброе утро! Спасибо, что встречаете день с телеканалом ОРТ. В эфире выпуск новостей в студии Михаил Карин. Партнер выпуска потребительский кооператив «Семейная копилка». С 2014 года «Семейная копилка» помогает жителям нашего города накопить средства для самых важных покупок в их жизни. Доходность до 18% годовых сроком на 12 месяцев. Подробности по телефону 205-009, код города 3532. А теперь вернемся к новостям дня. Сегодня и завтра в Орске пройдут похороны погибших в авиакатастрофе пассажиров самолета Ан-148. Напомним, 11 февраля лайнер саратовских авиалиний разбился в Подмосковье. На борту находился 71 человек, из них трое детей. Генетическая экспертиза полностью завершена в конце октября. Еще две недели шло оформление необходимых документов. Исследованы 16 тысяч фрагментов тел. Напомним, рейс Домодедова-Орск пропал с радаров 11 февраля через несколько минут после взлета. Самолет Ан-148 саратовских авиалиний упал в Подмосковном Раменском. Погиб 71 человек. Шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Трое из них – дети. Большая часть находившихся на борту – жители Оренбургской области. Одна из предполагаемых причин крушения – проблемы с летной готовностью судна. Задать вопросы руководству следственного управления сегодня смогут жители села Осикеево. Там состоится личный прием граждан. Проконсультировать жителей и выслушать жалобы готов заместитель руководителя регионального следственного управления Андрей Киселев. Прием продлится один час. Начало в 12.00. При себе необходимо иметь паспорт. Предварительная запись не требуется. Крупнейший машиностроительный завод Оренбуржья продолжает простаивать. Сотрудники завода несколько месяцев не получают зарплату. По словам людей, без средств на существование остались и те, кто все еще работает в цехах. Уже состоялось общее собрание с руководством. Но пока никакой конкретики люди не услышали. Работники Орского и УМЗа встретились с журналистами. Что сегодня происходит на предприятии и как выживают сотрудники во времена кризиса. Все подробности далее. Ни за садик, ни за коммунальные услуги. Все эти пеняжи идут. Все возмущались, а конкретных ответов не было. У Сидоровых трое маленьких детей. Деньги на самое необходимое они вынуждены занимать. На заводе работает не только Евгений и Анна, но и их родители. Арчане рассказывают, что многие идут на производство целыми династиями. И если зарплаты нет, то сразу у всей семьи. Как ребенку объяснить, что на Новый год тебе не будет подарка? Потому что какой-то дядечка вовремя не платит зарплату. Мы же в этом... Ребенок с большими глазами будет ждать чудо. Чудо не свершится, видимо, вообще никогда. От профсоюзной организации, по словам Арчан, помощи тоже нет. Хотя большинство сотрудников платили средства в фонд. Покрывать счета за детский сад семьям предложили за счет материнского капитала. Люди еще даже не получили деньги за сентябрь. По словам рабочих, руководство ссылается на кредиторов. У завода большие задолженности. Счета якобы арестованы, поэтому заплатить они не могут. Однако люди убеждены, что о проблемах было известно давно и их можно было избежать. Отопления нет, вот свет есть. Единственное, что обогреватель включаем, ну вот я в ночь работаю, ну там ноль. Свет есть мало у нас только, 27 вольт. Да, ну как бы для печей. Для печей у нас нету света. 308 сколько вам, да? У нас все, что было завезено в цех, чтобы работать, материалы вы уже вывезли. Да, уже грамма пустые. Все абсолютно. Ничего нет, ни кирпичей нет, ни газа нет. Сейчас Евгений в вынужденном отпуске. Оно до сих пор работает в цеху. По словам Сидоровых, единственный выход, который предлагает руководство, это увольнение. ЮМС обеспечивает рабочими местами 3000 жителей Восточного Оренбуржья. По последним данным, простой в очередной раз продлен до 3 декабря. Алина Волохова, Мария Ивченко, Илья Логачев. Новости дня. Продолжаем следить за еще одним предприятием, которое тоже переживает кризис. Речь о птицефабрики Родина. По официальной информации правительства области, зарплату за август и сентябрь люди получат на этой неделе. Средства за октябрь начнут выплачивать на следующей. Напомню, на предприятии сотрудники устроили забастовку. Людей волновали задержки заработной платы и перебои на производстве. Ситуацию под контроль взяли региональные власти. Перебои с кормлением птицы, охрана территории – уже решенные вопросы. Выплата зарплаты сотрудникам начата. На птицефабрике появился новый инвестор. Но остаются еще ряд серьезных проблем. На особом контроле энергоснабжение предприятия. Сейчас вот на протяжении всего периода этого года ставилась серьезная задача сделать так, чтобы при тех долгах, которые есть в птицефабрике за электричество и газ, сделать так, чтобы они подавались вовремя. Поэтому вот эта работа, она ведется. И сегодня подача без срыва идет электроэнергии и газа. Кормление, рацион, содержание птицы – сейчас главное сохранить технологический процесс, заявляет в правительстве. Помимо этого на фабрике приостановлено сокращение. Ситуацию держит на контроле глава региона. Участник нашей программы – микрофон детям в эфире федерального канала. Миша Мяло дважды принимал участие в кастингах ОРТ. Веселый и артистичный мальчик уже покорил оренбургского зрителя. Теперь харизму юного артиста смогут оценить и жители всей России. Это одно из заданий второго тура кастинга. Миша выполнил его с успехом. Мальчику всего семь лет, но он уже победитель многих всероссийских и международных конкурсов. Актерским мастерством занимается профессионально, поэтому к телевизионному испытанию подошел не менее творчески, чем к выступлению на сцене. Выступление шестилетнего актера всегда вызывает особую реакцию у зрителей. Мальчик – активный пользователь социальных сетей. Сотни просмотров и комментариев. Юная звезда с удовольствием общается с поклонниками. И совсем скоро Миша Мяло расскажет об Оренбурге в детском телешоу на одном из федеральных каналов. Мы прервемся на короткую рекламу, а после нее вернемся в студию. Не переключайтесь. В Оренбурге открылся отреставрированный памятник воинам-интернационалистам. Мероприятие приурочено к особенной дате – ровно через три месяца, 30 лет с момента вывода войск СССР из Афганистана. Моя коллега Анастасия Синченкова побывала на мероприятии. О том, что значит этот день для тех, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества, в следующем сюжете. С минуты молчания начинается открытие обновленного памятника воинам-интернационалистам. В разные годы почти 15 тысяч оренбуржцев принимали участие в различных боевых действиях. Чечня, Таджикистан, Северная Осетия, Приднестровье и Афганистан. Именно в Оренбурге впервые увековечили именно тех, кто пал во время сражений в Исламской Республике. Среди них и Вячеслав Александров – боец легендарной девятой роты. Выполняя задачу по обороне высоты, он трижды успешно отражал атаки противника. Огонь был полностью сосредоточен по его позиции. Вячеслав отдал приказ своим бойцам укрыться, а сам продолжил вести бой. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Каждый год родные оренбуржца приезжают к монументу. Признаются, для их семьи реставрация памятника – событие особенно важное. Для меня значит, что люди помнят, чтут и память о сыне не умрет никогда. Он готовился к службе в армии. Как только получил повестку, вопрос не стоял – идти или не идти. И попал в Афганистан. С реконструкцией мемориал воинской славы приобрел новое рождение. На торжественное открытие обелиска собрались вдовы и родные погибших, а также сами ветераны. Была одна небольшая реконструкция. То есть, меняли на пилонах, меняли плитку и больше таких работ особо не проводилось. И вот сегодня здесь весь комплекс полностью изменен плиткой, весь комплекс полностью мрамором, гранитом. Обновили его. Реконструкция обелиска началась в июле. Обновленный памятник открыт ровно за три месяца до памятной даты. 15 февраля в России вспоминают те, кто выполнял служебный долг за пределами Отечества. Здесь в парке «Десятилетие СССР» увековечены имена не только воинов Афганцев, но и всех бойцов, исполнявших свой долг далеко за пределами Отечества. Всего советские и российские военные выполняли военные миссии в 16 странах. 439 имен. Именно столько увековечено на этом обелиске. Память о них на века сохранит не только гранит мемориала. В первую очередь они останутся в памяти каждого жителя области. Анастасия Синченкова, Георгий Булутский. Новости дня. И сейчас о тех, кто только отправится и исполняет служебный долг. Накануне прошел Всероссийский день призывника. К этому празднику приурочили отправку новобранцев войска. В строй встанут 25 юношей из Оренбургской области. Все они пополнят ряды ракетных войск стратегического назначения. Военная часть базируется в Ясном. Тему продолжит Ольга Энгельс. Последние напутственные слова на призывном пункте. Втирашние студенты и школьники сегодня уже солдаты. Даниил Смирецкий – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. К службе в армии готовился основательно. Распределением тоже доволен. Призвали в армию, желание служить есть. Даниил пока не решил, свяжет он свою жизнь с армией или нет. Говорит, хочет еще получить высшее образование. А после продолжить службу по контракту или найти свое призвание на гражданке. Так случилось, что очень хороший праздник. И мы как раз практически в этот день уходим служить в армию. Надеюсь, что эта зона ответственности определенно повлияет и на дальнейшее наше будущее, и на мировоззрение ребенка. Служба в рядах российской армии в последние годы стала престижной. Для многих ребят это реальный шанс обеспечить свое будущее. Поэтому уклонистов становится все меньше, говорят в областном военкомате. Призыв у нас в этом году в эту компанию установлен достаточно среднестатистически. 1950 ребят пойдут служить на данный момент. Около 35% мы уже план выполнили, но у нас впереди еще больше месяца напряженной призывной работы. На сегодня в войска отправлены 618 призывников из региона. Ракетные и сухопутные войска, морской флот, нацгвардия. Оренбуржцы всегда с честью выполняли свой воинский долг. Последняя отправка в войска намечена на середину декабря. Однако план призывной кампании фактически выполнен. Ольга Энгельс, Константин Воробьев, Новости дня. Еще одна театральная премьера, которой запомнится эта неделя. В областном театре «Кукол» активно продолжается работа над новой постановкой «Кот в сапогах». Музыкальную сказку представят 17 ноября. На репетиции побывала наш корреспондент Анастасия Кубатко. Подробнее о жизни на сцене и за кулисами в следующем сюжете. Маленькое домашнее животное на страже порядка. История, знакомая всем с детства. Сказку «Кот в сапогах» на оренбуржской сцене ставит Анатолий Тучков. Режиссер из Краснодара, но не в первый раз работает с областным театром «Кукол». Именно он стал постановщиком известных спектаклей «Морозка» и «Сказ про медведя». Мне без разницы, еще раз повторяю, без разницы, для кого я делаю. Главное, чтобы я чувствовал, что эта проблема волнует не только меня, что она волнует и зрителя. Маленького ли, подростка ли, взрослого, уберенного сединами. Это не важно. В спектакль верховой на сцене нет ни одного актера. Только дирижер, который комментирует все происходящее от лица автора. Все остальные находятся вне поля зрения маленьких зрителей, за ширмой. Главное – куклы. Они тростевые, поэтому отношения к ним особенно трепетные. Пока еще только собираем все, скажем так, в единый рисунок, в единый спектакль. Я как дирижер и как режиссер получается управляю всем процессом, всем действием. У меня не только музыканты, у меня еще и артисты, еще и актеры. Работа над постановкой шла почти полгода. В сказке на известный сюжет Шарля Перо речь идет о ловком, хитроумном коте и его непутевом хозяине. По задумке режиссера Анатолия Тучкова, одна из ключевых тем постановки – человеческая ответственность за каждый свой шаг. Я думаю, нужно что-то менять в этом мире. Но, как правило, все, кто начинают делать что-то, оказываются у разбитого корыта, потому что люди неблагодарные существа. И, как правило, любой поступок таких котов, как я, остается незамеченным или попросту ненужным. Кот в сапогах уже занял свое место на афише областного театра «Кукол». Премьера состоится 17 ноября. Анастасия Кубатко, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. И в завершении выпуска о новостях из мира спорта. Сегодня в Оренбурге стартует открытое областное первенство по фигурному катанию. Программа турнира рассчитана на два дня. В соревнованиях примут участие более 200 фигуристов и фигуристок из Оренбурга, области и других городов. В торжественном открытии соревнования примут участие члена комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга. После церемонии открытия соревнований состоится вручение золотых знаков отличия. Первенство пройдет сегодня и завтра в спортивном комплексе «Кристалл». К этому часу это все новости. Я напоминаю, партнер выпуска – потребительский кооператив «Семейная копилка». Помогает своим пайщикам приумножить капитал на важные события и покупки. «Семейная копилка» – высокий доход ближе, чем кажется. Корреспонденты телеканала ОРТ, я Михаил Карин. Желаем вам хорошего рабочего дня. До свидания.